Девушки отдыхают Как тебя вернуть? Объект Олмар Джулиэллис. Период хранения 2 года 8 месяцев 4 дня. Она не должна узнать. Конечно. Прежде никому не удавалось воссоздать архив. Я долго искал. И наконец что-то увидел. Это была она. Агенты архива крайне обеспокоены, что в твоих роботах используются их технологии. Мы уполномочены применить силу, если потребуется. Я устраняю риски. А ты один из них. Я знаю, что ты задумал. Нет, я не хочу. Не хочу и все. Я не хочу сидеть в коробке, мертвой! Я хотел все исправить. Какое оно было? Идеально. Я хочу вернуться домой. Твой дом здесь. Проект закрыт, ты слышишь? Они идут за нами. Скажи мне правду. Я во всем виноват. Что им нужно? Им нужна ты. МОЙ СОЗДАТЕЛЬ Слушай, детка. Все равно тебе придется поговорить со мной. Нельзя просто взять и исчезнуть. С тех пор, как ты ушла по ночам из леса, приходит какая-то тварь. Без нее я схожу с ума. Хожу по городу и говорю всем, что лесной монстр хочет разнести наш дом. Может, она просто устала ждать? Скажи своей сестре, чтобы вернулась домой. Эй, киса, 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 киса! Видел, что он сделал с моей дверью? Да ты, похоже, спятил. Я его видел. Нет на земле места, где не найдется кто-то, кто бы видел нечто необъяснимое. Ты права насчет всего, кроме одного. Ты мне не надоела, Эбби. Я даже не уверен, что это не ты. Может, ты оборотень или типа того. Мечтатели. Одной лишь силой своего воображения они способны изменить весь мир. А теперь человек лед, чье сердце не тает даже в жарких объятиях парижанок. Это магия. Не нашли себе девушку? Нет. Рискуете остаться в одиночестве, как я? Мое сердце давно разбито. Я ничего не чувствую. С любовью покончено. Тебя бросили, и ты боишься любить. Проблема с восприятием неудач. А у тебя с пафосом. Услышав мой голос, мужчины влюбляются без ума, и их сердце не выдерживает. Ты умрешь, как все остальные. Все? Все. У тебя болит сердце? Нет, конечно. Давай, попробуй. Твое сердце разобьется, и на этот раз навсегда. Что это значит? Любить. Это радостно и больно. Очень. Хорошо, что на тебя чара не действует. Жаль, что ты уходишь. Может, останешься, раз я еще жив? Нет, слишком опасно. Помогите мне сбежать. Если он увидит меня, он умрет. Где она? Это все чары, вы погибнете из-за нее. Ты похож на мертвеца. Иди домой. Я живой. Мое сердце еще бьется. Русалка в Париже. Все началось с отпуска. В стремлении избежать большого будущего на великих равнинах Артур Ховицер-младший объединил отдельные статьи о зарубежье во французский вестник. Еженедельные издания с обзором мировой политики, искусство, высокого и не очень, и заметками для широкой публики. Не считаешь, что это уж совсем блекло? Нет, отнюдь. Обычные люди. В этом их очарование. Он собрал лучших журналистов-экспатриантов своего времени. Бернсон, Сезерак, Кременс, Ройбакрайт. Это были его люди. Ты сделай, чтобы казалось, что это нарочно так написано. Сегодня в центре внимания нашей лекции мистер Мозес Розенталлер, бесспорно ярчайший из художников того бунтарского поколения. Симона Нагаев в тюрьме на досуге. Я покупаю. Я не продам. Вы продадите. Не продам. Продадите. Не продам. Продадите. Сказал нет. Да. В общем, картина наделала шум. Вчерашние дети разрушили тысячелетний диктат республики за каких-то десять дней. Чего они хотят? Свободы. И точка. Я голый, миссис Кременс. Не заметила. Лейтенант Нескафье. Лучший представитель кулинарного течения. Полицейская стряпня. Ароматы кухни наводили дурман, который был жестоко развеян. Спешу сообщить, что мы похитили вашего сына. Эй, завкнись там. Лейтенант Нескафье. Лейтенант Нескафье. Послание председателя. Срочно в печать. Ты уволен. Как это? Только давай без слез. Получается. Лейтенант Нескафье. Продолжение следует...